Уважаемые слушатели, здравствуйте! Хорошо ли меня слышно? Мы с вами начинаем работу по теме, касающейся преемственности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях. Практически, на самом деле, хотя это не заявлено в теме нашего семинара, а фактически речь идёт об организации непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно, какие вопросы… Обозначьте, пожалуйста, в чате тоже. Какие вопросы у вас возникают в ходе реализации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья? Значит, по преемственности и в идеале, который придёт, примет вид непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Преемственность эта касается процессов обучения, во-первых. Процессов воспитания, процессов реабилитации, процессов социализации и психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Хочу вам представить… Меня зовут Александра Волода Анатольевна, я за кафедрой психологического и социально-педагогического сопровождения Крепки-Про. И со мной вместе я методист научно-методического центра города Кемерово и педагог-психолог, который много лет работал в системе образования. Так, а можно… Подробнее? Нет, на фамилии его сейчас… Егорова, Надежда Геннадьевна. Вот, сейчас, по сути, мы попробуем с вами проработать новый формат под названием «Лекция Дуэт». Я надеюсь, что что-нибудь получится с вашими, в том числе, с вашей помощью. Итак, по преемственности процесса обучения, о чём мы с вами будем вести речь. Прежде всего, по преемственности методов обучения детей с ОВЗ, о преемственности подходов, о преемственности принципа инклюзии в процессе обучения. Коллега, пожалуйста, значит, у меня к вам просьба, если вдруг начинается, и у вас тоже, уважаемые слушатели, если вдруг начинаются вопросы, вопросы, если вдруг начинаются комментарии, пожалуйста, высказывайте их, мы какие-то комментарии ваши даже будем озвучивать, и так как эта лекция Дуэт, действительно, у вас… Скажите мне, пожалуйста, каждый раз, когда мы будем говорить о какой-либо тематике, какой-либо пункте, да, если есть комментарий какой-то, пожалуйста, сразу, и коллеги, и слушатели, пожалуйста, мы готовы. Так, Наталья Айцук нас не слышит. Я могу сказать, как на технические вопросы не отвечают, это может быть лекция, она только один человек. Хорошо, хорошо. Значит, о вопросах психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в плане преемственности. Наверное, это один из важнейших пунктов, о котором нам с вами хотелось бы поговорить. Но мы можем искусственно выделять то, о чем мы только что… То, что мы перечислили, то, что вы сейчас видите на экране. Но на самом деле эти подходы взаимопроникающие, и на самом деле у нас речь идет о единстве подходов, о единстве идеологическом, если хотите, да. Потому что, что важно принципиально в организации, осуществляющей образование детей с ограниченными возможностями здоровья, это то, что обозначается как единая миссия организации, как единое понимание вопросов, связанных с образованием детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть единые правила работы, единый подход в отношении, единые требования к детям с ограниченными возможностями, единые правила взаимодействия с ними – это то, что необходимо, чтобы было в организации. Так, 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 сейчас. Значит, когда мы говорим о преемственности, мы говорим о преемственности не в смысле типа того, не только, вернее, в смысле типа того образовательного учреждения, в который ребенок с УВЗ приходит. То есть это не только образовательные учреждения, если они коррекционные, то они коррекционные, да. Если они общеобразовательные, то общеобразовательные. Нет, не только. Хотя и этот момент тоже присутствует. Это касается методов преемственности, это касается технологий, это касается техник, принципов работы с ребенком с заграничными возможностями. Фактически обеспечение преемственности касается, вернее является работой всех специалистов образовательного учреждения. Это и специалисты психолого-педагогического сопровождения, то есть психологи, и педагоги, и родители детей с ограниченными возможностями, и дети, как с ограниченными возможностями сами адресанты нашей помощи и поддержки, так и дети, с которыми вместе они учатся. Если это инклюзивное образование, то это обычные дети. И узких специалистов, то есть мы говорим о логопедах, о дефектологах. Простите, что я вас назвала узкими, но просто специалистов, вот с большой буквы, будем считать так. То есть те, которые обеспечивают специализированную помощь ребенку в компенсации и преодолении дефектов. По организации преемственности. Это вопрос у нас не только специалистов, которых мы с вами обозначили, но это вопрос менеджмента или управления руководством образовательными организациями. То есть задача обеспечения преемственности ложится на тех специалистов, которые вот перечислены, да, и на родителей, и на администрацию. Простите, здесь нету, вот не дописано третьего пункта, вы себе сами зафиксируйте, пожалуйста. Потому что, естественно, что если не будет отлажен механизм, на основе которого происходит взаимодействие специалистов по сопровождению ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обучения и воспитания, то тогда, скажем так, этот процесс будет происходить более затратным и менее эффективным. Я понимаю, что сейчас это звучит немножко, ну, скажем так, скорее в плане долженствования, да, чем в плане реалистичного подхода к реализации, да, процесса. Все дело в том, что фактически мы с вами находимся в том периоде становления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в нашей стране, которое называется, которое можно было бы обозначить как эпоха перемен. То есть это та ситуация, когда нам вот это вот взаимодействие, у нас есть шанс с вами сделать вот так, таким, каким мы бы хотели, каким нам удобно. Не вписываться в уже сложенную, удобную кому-то и не очень удобную кому-то другому систему сопровождения и систему преемственности, а создавать ее сами. Соответственно, про организационную часть я уже сказала, задача сложится на родителей или законных представителей ребенка с ограниченными возможностями. Это до сих пор, по факту, эти люди, они были единственными, кто реально обеспечивал непрерывность и преемственность в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть фактически они этот процесс контролируют. Сейчас, в силу изменившихся подходов в образовании детей с ограниченными возможностями, сейчас будет немножко другая ситуация. То есть эта задача теперь ложится на специалистов образовательного учреждения, точнее образовательных учреждений разных ступеней. То есть на педагогов-психологов, на социальных педагогов, на тьютеров и на координаторов по инклюзии. Что бы я хотела сказать про нескольких... Я так понимаю, что некоторые из тех специалистов, которые сейчас были перечислены, да, и еще дефектолог, конечно, и логопед. А вот все те специалисты, которые перечислены, скажем, кто-то есть в образовательном учреждении, кого-то нет. Что делать? Естественно, у каждого... В каждом образовательном учреждении есть опыт решения этих вопросов. Ну, какой есть, да? Соответственно, нам бы очень хотелось, чтобы вы с нами поделились в какой-то форме. Давайте подумаем, в какой. Напишите предложение свои, пожалуйста, в чат. Вот. И знаете, что еще в чате, если можно будет, в конце? Напишите, пожалуйста, свои электронные почты. Это очень важно. Чтобы мы потом могли с вами связываться. Значит, о чем пойдет речь? Педагог-психолог и его функционал более-менее понятны, да? Социальный педагог. Тоже, по крайней мере, это должен присутствовать, и эта должность более-менее понятна вам. Вот кто такие тьютеры, кто такие координаторы по инклюзии? Если очень коротко, то координатор по инклюзии, который должен быть в образовательной организации, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, это человек, который координирует все то, что происходит вокруг детей с ограниченными возможностями здоровья. Это человек, который, это специалист, который координирует взаимодействие междисциплинарной командой специалистов, которые, вот, те, которых мы перечислили ранее, которые вокруг каждого ребенка с ограниченными возможностями, которые обучается, создает вот эту междисциплинарную команду специалистов, взаимодействие, вернее, да, естественно, потому что у этих специалистов есть и другой функционал, конечно. Вот, и, соответственно, он обеспечивает, первое, например, составление программ коррекционной работы и программ психолого-педагогического сопровождения. Координация специалистов и консультации для педагогов по составлению адаптированной образовательной программы. Значит, работу, взаимодействие с родителями, взаимодействие ребенка с ОВЗ, с организацией, вернее, инклюзивного образовательного пространства в классе, организацию при необходимости достраивания вот этой самой доступной среды до того, что необходимо ребенку с данными специальными образовательными потребностями ну или ограниченными возможностями, если честно, мне специальные образовательные потребности нравятся немножко больше. Вот в силу отсутствия дискриминационности в этом термине. Вот, значит, кто такой тьютер? Тьютер – специалист, который обеспечивает индивидуальное сопровождение ребенка. Сейчас на данном этапе существует три базовых функции тьютера, которые по факту исполняются в образовательных учреждениях. По крайней мере, есть опыт такой из наших двух столиц и еще нескольких регионов. Мы вам выложим после семинара ссылки с комментариями, где что, на вот эти ресурсы и на осмысленный уже описанный опыт тех организаций, которые практикуют и работу координаторов по инклюзии, работу тьютеров. Но как бы мы понимаем, что есть определенные реалии, в которых мы живем, и мы должны понимать, что какие-то функции из тех людей, которых нет у нас в образовательных организациях, будут переложены на тех специалистов, которые уже работают. Так что к этому нужно быть готовым. Тьютер – это человек, который сопровождает конкретного ребенка. Если координатор по инклюзии координирует взаимодействие междисциплинарной команды специалистов вокруг всех детей, которые учатся в данном образовательном, обучаются, проходят обучение в данном образовательном учреждении, то тьютер организует работу вокруг конкретного ребенка, одного. В идеале. Ну или нескольких со скотным дефектом. Потому что тьютер занимается чем? Во-первых, это как вариант помощник педагога. Человек, который помогает педагогу в классе, в котором есть один-два ребенка, три, с исходным желательным дефектом, помогает их обучать. Потому что есть общие вещи, которые подходят для всех, а есть некие специальные требования, которые необходимо учитывать в процессе обучения на уроках у ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Значит, дальше он занимается созданием, вместе с классом, руководителем, педагогами, занимается созданием инклюзивной образовательной среды в классе, чтобы ребенка принимали, и чтобы ребенок сам вписывался, социализировался. И дальше он помогает ему в учебном процессе. То есть он помогает ему учиться, выступая в роли того, что мы традиционно называем репетитором. Только репетитором для ребенка с ограниченными возможностями. Понятно, что тьютер – это человек с хорошим знанием дефектологии, педагогики и психологии. По факту, по крайней мере, опыт… А почему я специально обозначаю этих людей? Потому что тьютер – это человек, который может сопровождать ребенка, особенно если в этой функции выступает родитель, может обеспечивать преемственность… Возвращаемся к нашей основной теме… Преемственность образования ребенка с ограниченными возможностями здоровья с самого начала. Если говорить о том, в каких формах с самого начала это осуществляется, мы поговорим о двух формах, можем говорить с вами. О формах ранней помощи, организации служб ранней помощи, и о коррекционных специализированных детских садиках. Коллега, я бы хотела, чтобы вам предоставить слово. Ну, я дам возможность еще вам проговорить все остальное. А у нас, у педагогов-психологов, которые в городе Кемерово, тоже озабочены решением этой проблемы, и вопросы эти, которые мы обсуждаем на своих методических объединениях, на семинарах, и вот я бы хотела сказать, что проблема, которая… вот животрепещущая проблема – это проблема подготовки к инклюзивному образованию педагогов и в образовательных учреждениях, и специалистов, которые должны были бы быть в школе. Ну, будем так рассуждать. Мы должны руководствоваться федеральным государственным образовательным стандартом для детей с ОВЗ и умственной отсталости, которые с 1 сентября входят в нашу жизнь. Да, а я с вами пытаюсь разговаривать. Я с вами еще разговариваю. И, естественно, на многие вопросы мы можем найти там ответы. Но некоторых конкретных ответов нет. Вот как сейчас мы заговорили о тьютерах, мне так и напрашивается вопрос, а где они у нас готовятся, такие специалисты? Можете ли вы нам подсказать? Будут они готовятся в институте повышения квалификации. То есть это как бы планируется? Да. В настоящее время, вот как специалист в школе… Координаторы по инклюзии более даже срочный вопрос, чем тьютеры. Так, один из важных вопросов, который задают психологи, это, ну, скажем так, неготовность к психолого-педагогическому сопровождению все-таки ориентированы на детей, которые в норме. С нормативным развитием. Да, с нормативным развитием. А вот сейчас в школу может прийти ребенок с какими-то нарушениями, которые… вот это сопровождение нужно организовать в соответствии с тем, чтобы как бы решить вопросы и обучения, и коллекции, и воспитания, и так далее, и так далее. Ну, пожалуйста, смотрите. Вот здесь возникает важный вопрос, который, опять же, необходимо будет отлаживать. Вот сейчас, как раз тот самый пример, спасибо, коллеги, что тот пример, который вот надо будет отлаживать самим сначала. Это сложно, но это интересно. Если вы придете уже в отлаженную систему, в этом есть свои прессы, свои минусы. Вам что-то не понравится, вы ничего сделать не сможете. А сейчас вы можете ее сделать сами. Смысл состоит в том, что мы фактически, мы должны, общеобразовательные школы, должны будут тесно кооперироваться с школами, которые, ну, они будут сейчас называться по-разному, бывшие коррекционные школы. Психолого-педагогической поддержки, да. Психологи, не только, не только даже психологи, да, школами психолого-педагогической поддержки, в которых есть специалисты-дефектологи, в которых есть специалисты по учебному, по организации учебного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. Хотела сразу еще один момент отметить, так как коллега напомнила нам про ВГОСы, это очень тоже нужная вещь, потому что есть в ВГОСе, если вы посмотрите, каждый, там четыре, по каждой нозологии есть четыре категории. Когда вы дойдете, идете, идете, идете по листу, идет формат А4, обычный формат, а потом оно идет перевернут, вот с того момента, где он перевернут. Там как раз указано, вот, детям с нарушением зрения и четыре их варианта, детям с нарушением слуха и так далее, и так далее, все про них прописано. Я имею в виду ВГОС ОВЗ начального обучения. Так вот, первые две категории, которые касаются, для которых, то есть один, два, три, четыре, третья и четвертая – это категории, это дети в той или иной степени умственной отсталости, которая накладывается на основной дефект. И вот эти ребята пойдут, скажем, в школы коррекционные восьмого вида, например, да, и там это тоже будет инклюзия, но инклюзия – основной дефект у них другой, но при этом существует еще и нарушение другого типа, то есть ДЦП, нарушение зрения, нарушение слуха и так далее. Да, 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 да. Они идут в школу и имеют направление психолога, медико-педагогической организации. Да, 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 либо индивидуальную карту реабилитации вот для детей с инвалидностью. Да, и поэтому это условие важно. Конечно, все происходит в согласии родителей, то есть это мы теперь должны с этим считаться. Сейчас решение принимает родитель. Ну, естественно, для этого должны быть созданы условия в школе. А вот это большой вопрос. Просто дело в том, что про создание условий. Например, есть дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых нет необходимости создавать очень специальные условия. Там могут, эти специальные условия могут касаться режима обучения. Эти условия могут касаться отдельных предметов. Индивидуальная адаптированная образовательная программа может касаться, например, при легком, ну, легком, например, нарушении зрения. А адаптированная образовательная программа будет касаться только каких предметов? Физкультура, технология, ИЗО, ну, может быть, еще что-то, да? То есть и адаптация там будет минимальная. Вот если вы, еще раз возвращая вас во ВЛОС, если вы откроете вот это вот 1, 2, 3, 4 уровни степени тяжести нарушений с сопутствующим нарушением интеллектуальной сферы или без, получится, что вот эта первая категория, которая самая левая, ну, смотри, слева, да, она меньше всего потребует адаптированных, вернее, создания специальных условий для обучения. Там эти специальные условия будут касаться только адаптированных образовательных программ и, возможно, и обязательно психолого-педагогического сопровождения коллеги. Обязательно. Потому что, например, там должны быть по нормативам у нас 10 часов неурочной деятельности, на неделю. И вот минимум 5 из них должны быть посвящены коррекционной работе. В случае с более тяжелым дефектом там должен работать дефектолог не менее 5. В случае с более легким, возможно, подключение психолога. Зачем? В более старших возрастах предполагается наличие адаптированных образовательных модулей. То есть программа идет общая, например, но существует адаптированный образовательный модуль. Для чего? Для развития познавательной сферы ребенка. Для развития, для повышения навыков социализации, коммуникативной компетентности. И вот такого рода вещи. Для коррекции, скажем, каких-то психоэмоциональных нарушений или нарушений навыков саморегуляции. Вот. То есть и вторая, второй уровень. То есть первое мы обозначили, самая легкая степень нарушений и самая минимальная степень адаптации программ. Дальше идет более трудная, более тяжелая тема. То есть более тяжелые нарушения у ребенка с ограниченными возможностями, но при этом сохранный интеллект. И, соответственно, вот здесь обычно эти дети не шли в общеобразовательную школу. В общеобразовательную школу первая категория шла почти всегда. Но это тогда у нас не инклюзия была, а интеграция. То есть у нас не программа приспособилась под ребенка, а ребенок под программу. То есть как смог, так и адаптировался. И основная нагрузка при адаптации такой ребенка в программе ложилась на родителей. Соответственно, при втором варианте у нас с вами получится, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в очень большем объеме помощи специалистов-дефектологов, специалистов-логопедов, но при этом большая адаптация образовательных программ под его специальные образовательные потребности. И здесь нам нужны будут, в общеобразовательной школе нужны будут консультации. То есть налаживать нужно заранее, если вы знаете, что к вам придет ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Вам нужно налаживать связи с соответствующего профиля школой психолого-педагогической поддержки. Ну вот я могу здесь включиться и добавить. Выход мы видим в том, что опыт школ коррекционных, скажем так, их сейчас по-другому немного называем, опыт у них, конечно, бесценный. И специалисты работают давно уже и используют этот опыт в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. И этот опыт теперь нужно использовать тем, кто будет работать с детьми вот уже в школе, в обычной школе. Поэтому у нас вот какое-то, ну, появилось такое предложение создание опорных площадок на базе бывших школ. Если это, ну, это будет, это один из выходов, который мы можем использовать. Естественно, дети, которые, ну, приходят в школу, они приносят с собой проблемы и другого характера. И это характер и готовность принять этих детей вот в коллектив, готовность педагогов, готовность всех детей, обучающихся в классе, чтобы, ну, и психологическая готовность в том числе. Вот по этому поводу есть тоже, конечно, у нас мысли. Есть, я так полагаю, исследования, которые говорят о том, что, в принципе, еще пока не готовы. Значит, смотрите, исследования есть. О неготовности много. Но давайте я сейчас чуть-чуть убегу в маленькую ремарку и сделаю про преемственность еще раз. Значит, преемственность касается, понимаете, если ребенок, вот предположим, вот про преемственность, когда мы сейчас говорим, мы говорим пока детский сад, школа. Так, началка. То есть это основная живо-трепещущая проблема, потому что вряд ли из специально, из школы психолога-педагогической поддержки в пятом, седьмом, девятом классе к вам в обычную образовательную школу придет ребенок с ограниченными возможностями. Когда у нас появляются дети с ограниченными возможностями в старшей школе или в среднем звене, то это чаще всего ограничения, которые возникли в результате чего-то. То есть этот ребенок изначально был, скажем, с обычными, со стандартными образовательными потребностями, а тут вот, ну, произошло что-то в его жизни, с его здоровьем и так далее. Чаще всего мы пока имеем вот такую ситуацию. Либо эти легкие нарушения, которые по типу интеграции дети идут. Ну, типа там с нарушением зрения, но с тяжелым, конечно, более тяжелым нарушением слуха и так далее. Такие дети есть. Просто для них теперь, если раньше приспосабливались они под программу, теперь надо будет под них. Ну, это немножко проще. Значит, когда мы говорим про преемственность между садиком и школой, вот все то, о чем мы с вами проговорили, все то, о чем коллега сказала, все то, о чем еще очень хочется сказать, и главное, что-то не забыть. Смотрите, если ребенок с специальными образовательными потребностями, СВЗ, с инвалидностью, учился, ходил, вернее, в садик с нормативно развивающимися детьми, проблемы преемственности будет меньше. Чем более социализирован был бы ребенок, почему нам так важно, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья пришли в садик комбинированного вида, специализированный, а еще лучше в инклюзивный, который, я сам скажу, что сделать, если нет специалистов. Этот опыт очень, скажем так, эффективный и очень простой. Про вопросы о коллеге, простите, вот там звучало в чате, будут ли дети с умственной отсталостью? Насколько я понимаю, нет. Дети с умственной отсталостью идут в отдельные школы, да? Ну, вопрос я так понимаю. Школа восьмого вида. Сейчас мы не выделяем школу восьмого вида или какого-то другого вида. У нас есть школа психолого-педагогической поддержки. И в этой школе, вот есть у нас с Кемерово, школа, в которой дети с умственной отсталостью, она разной степени. И, естественно, дети с глубокими нарушениями в умственном развитии, они никак не пойдут, они не смогут, они их не возьмут. Ну, сейчас смотрите, у нас сейчас... Поэтому, как таковые, они остаются. Но мы не выделяем их, как вот видовые школы. В общем, тем не менее, вот в общие пойдут, вот первые две категории пойдут точно в общий образовательный, спокойно пойдут в общий образовательный школу. Откройте в госс. Задержка психического развития. Задержка психического развития у нас всегда была в началке. Да, они были. Были дети такие, я имею в виду, извиняюсь. Вот, заговорки. Дети с минимальным разговором дистанции всегда были. Дети с социально-педагогической допущенностью всегда были. А при прочих наложениях вот этих трех, скажем, проблем, они могут вылиться в серьезное недоразвитие вербального интеллекта. Например, положение по написанию адаптированной образовательной программы, сразу скажу, специальные будут семинары в следующем году по написанию адаптированных образовательных программ. Будут консультации на кафедре, осуществляться по написанию адаптированных образовательных программ. И мы ждем тогда ваш запрос, потому что одно дело, то, что мы предлагаем, одно дело, запрос территории. Так, адаптированная работа, речь идет о рабочих программах, да? Нет, адаптированных образовательных программ. Я правильно, Ольга Александровна, я правильно понимаю? Если речь идет о адаптированных образовательных программах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Если я правильно понимаю, значит, вот это будет, нет, это вот у нас запланировано. Это точно будет, значит, преемственность. Смотрите, если он учился в садик, ходил в садик, извиняюсь, учился, да? Так вот будем немножко переносить одно в другое. По преемственности все то, что было на него в садике. Диагностика, результаты наблюдения, карта индивидуальная. Все то, что на него было, с ним вместе должно прийти в школу. Плюс есть как вариант дополнительное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, навык учебной деятельности. Еще один год. То есть это либо при школе, либо при школе вот этой вот психолого-предагогического сопровождения, либо при садике. У нас обычно... То есть вот этот акцент сделать в садиках в подготовительной группе отдельный акцент. Возможно выделить отдельно группу детей с ограниченными возможностями здоровья. и готовить их отдельно. Либо есть еще одна та самая схема, о которой мы с вами... Которую я вам сейчас хотела сказать. Это службы ранней помощи, которые мы можем на базе садиков комбинированного вида, скажем, чаще всего на базе их, да? Организовывать. Речь идет о том, чтобы в одном месте... Это важно в ситуациях, когда у нас не хватает специалистов, ставок или еще чего-нибудь такого, да? Фактически в одном месте мы концентрируем ресурсы по психолого-педагогической работе, психологической работе, поддержке разного рода, не только ребенка с ОВЗ, но и членов семьи, по дефектологической работе, по логопедической работе, по педагогической работе, по дополнительному, скажем, образованию, да? В одном месте мы все вот это аккумулируем. Не будем делать, не получится физически сделать в каждом садике, например, или там дальше в каждой школе. Потому что пока опыт вот этих вот служб ранней помощи, он касается исключительно детей дошкольного возраста, то есть до семи лет, ну, там в случае с детьми с ОВЗ, скорее всего, до восьми, потому что они часто идут позже в школу. Там фактически осуществляется психолого-педагогическое сопровождение этих детей. Там можно проводить согласие родителей и отладка взаимодействия ребенка с родителем. Там можно проводить мероприятия по организации психолого-педагогического консилиума, диагностику, сопровождение, наблюдение, в том числе наблюдение в игре, да? И фактически мы можем... То есть это делается для кого? Первое. Это делается для детей, для семьи, детей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не посещающими образовательные, ну, дошкольные образовательные учреждения никакие. Или посещающими только дополнительные. Вот это может быть при садиках, а может быть при центрах дополнительного образования. Для детей с ограниченными возможностями, посещающими обычный детский сад, в котором нет психолога, дефектолога, логопеда, тогда садик отправляет ребенка на дополнительные занятия вот в эту службу. Нам важно отладить систему таким образом, чтобы ребенок в школу приходил с досье, ну, с портфолио, если хотите, в каком-то смысле слова. Портфолио развития. Я не знаю, как мы это назовем пока, но смысл состоит в этом. Чтобы мы видели, какова динамика развития, чтобы любой педагог, психолог, школьный, первоклашки пришли. Вот пришли первоклашки, вот оно преемственности. Вот пришли первоклашки, вот пришел ребенок с УВЗ в этот класс. И мы у нас на них, на него вернее, вот уже много чего есть. Раньше вот эту функцию индивидуализации выполнял, если выполнял родитель. А сейчас вот у нас есть возможность попытаться, по крайней мере, на базе комбинированных садиков или на базе такие вот группы создать. Это не аутсорсинг. Это какая-то некая новая форма, но инициатива должна пойти снизу. Это как вариант. Да, как вариант. Вот в связи с тем, что мы сейчас проговариваем, я хочу сказать, роль психолога, медико-педагогического консилиума в школе будет совсем не другая, но очень важная. Важнее. Поскольку не только сделать срез там как бы по поводу какой-то ситуации, по поводу какого-то ребенка, его развития и по какой-то ситуации. Главное, вот все специалисты, все как бы взаимодействуют друг с другом, отслеживают динамику развития. Вот какой он пришел из детского садика, как вот он поступил в школу, что происходит на первых этапах, что в следующем классе, как он адаптируется и так далее. Вот и поэтому консилиум во многих школах, конечно, он как бы и был, и работал. В школах консилиум должен быть. Но не во всех. Тогда там механизм должен быть такой же. Да, есть положение о психологопедагогическом консилиуме. Это очень важно, то есть в школе. И руководить этим консилиумом будет кто-то из, может быть, из руководителей школы, зауч, или ответственные люди, которые, может быть, и психолог, но совсем не обязательно. Но как можно больше привлекаются специалисты. И даже привлекаются специалисты, может быть, на каких-то условиях. То есть они не постоят. Об этом, собственно, я и говорила, что создать механизм, они не создать, но их привлекают. Это тоже проблемно очень. В общем, технологию вот этого взаимодействия нужно отлаживать, иначе финансовая сторона этого вопроса полностью ляжет на родителей. Потому что оплачивая все равно, кто-то это будет. До сих пор, по крайней мере, по факту так происходит. Иногда родители обучают на курсах повышения квалификации тютеров, ну, там, в столице, да. И родители выполняют, скажем, функцию тютера, и человека, который удерживает для своего конкретного ребенка, и, может быть, для еще одного такого же класса, или параллельно, еще в одном классе, да, скажем, удерживает эту ситуацию у индивидуализации маршрута и вот этой преемственности. Потому что вот ПМПК, комиссия, та, которая должна давать нам информацию о специальных образовательных потребностях, на основе которой мы будем делать индивидуальную, адаптированную образовательную программу. Но по факту не все родители идут. Не все родители готовы по разным причинам. Мы много чего уже обсуждали на эту тему. Могу немножко отвлечиться в этом направлении, если будет желание это слушать. Но сейчас пока чуть-чуть не про это. В общем, роль консилиума повышается в двух направлениях. Первое направление – это, как правильно заметила коллега, отслеживание динамики, потому что вот и преемственность с садиком важна именно для того, чтобы отслеживать динамику. Потому что если у нас был ребенок с тяжелым нарушением, на него очень позитивная динамика – это один прогноз. Если у нас был ребенок с нормативным развитием, потом пошел регресс, в итоге они пришли в школу примерно с одинаковым уровнем специальных образовательных потребностей. Но у них разнонаправленная динамика, к примеру. И, соответственно, особенно это может касаться детей, например, с расстройствами аутистического спектра. Скажем, вот в этом смысле роль ПМПК-комиссии школьной разрастает многократно. То есть отслеживание – это динамика, постоянно держать на контроле. И это форма не только взаимодействия между дипленирной командой специалистов, но это форма взаимодействия с родителями, потому что какой ПМПК без родителей? И второе, вторая роль ПМПК состоит в том, чтобы оценивать индивидуальные образовательные потребности, знаешь, особые, да, у детей и ограничение возможностей здоровья в том случае, когда ПМПК рекомендации нету комиссии. По двум причинам – либо не дошли, либо положили под судно. То есть есть ситуации, когда родители не заинтересованы, не хотят, боятся предоставлять информацию и на законных основаниях они имеют право и не предоставить. Фактически в этом случае мы не можем, кроме как через консилиум школьный или детсадовский, если это детский сад, не можем обеспечить создание адаптированной образовательной программы. А консилиум, по сути, нам дает возможность это сделать, эту работу. Ну, по факту. Ну и, конечно, взаимодействие школьного консилиума и с комиссией городской. И с детсадовским консилиумом, коллеги, либо службы ранней помощи, ну, неважно, в какой форме она будет существовать, главное мы… Обязательно иметь взаимодействие. Как можно больше взаимодействовать с специалистом, педагогом между собой, только тогда мы будем иметь вот результат, который мы… Фактически учить, педагоги начальной школы, которые, в котором пришел ребенок с ОВЗ, фактически им нужно с кем контактировать в этом случае? Педагогам, я не говорю психологам. Они должны контактировать с педагогами, с воспитателями, обучавшими детьми в детском саду. Детей, по крайней мере, ну, первое время. Приглашать, не на консилиум, может быть, на какое-то совещание. То есть найти формы взаимодействия – это очень творческий процесс и как бы очень сильно завязан на личных контактах. Мы понимаем прекрасно, что от личных контактов зависит очень многое. Если у вас… Ребенок такой приходит, вы узнаете, кто воспитывал, кто был воспитателем, каким… Ну, желательно, если родители это все говорят, конечно. Если нет, ну, приходится по-другому искать. Потому что у всех детей все равно, у всех детей есть информация о том, откуда они пришли, какие садики они прошли. Есть некий медицинский… Кстати, про ОВЗ мы очень часто, знаете, как сами узнаем? Это медицинская карта. Торг. Что там? Ограничения, значит, группы ФК по физкультуре. Это что такое группа ФК по физкультуре? Это адаптированная образовательная программа по физкультуре. На самом деле. То есть у нас могут быть ситуации ОВЗ пограничные, когда это еще не группа инвалидности, когда это еще не такие зафиксированные уже ограничения по здоровью, когда это всего лишь компетенция ПМПК большого или даже малого. Вот и чем больше… То есть в каждом случае в степени тяжести нарушения у детей, ограничения у детей с ограниченными возможностями здоровья требует фактически организации гибкой системы взаимодействия специалистов вот этих вот уровней образования. То, что есть идет вопрос о преемственности программ, я пока, честно, не готова про это говорить, потому что преемственности принципов построения программ, принципов адаптации этих программ, детсадовских, школьных. Если у ребенка принципы были одни в садике, то, наверное, на тех же принципах нужно это делать в школе. То есть нам нужно пытаться понять, как это было там, чтобы ребенок наиболее естественным способом, чтобы ребенок наименее стрессовым способом смог адаптироваться к среде школы. Поэтому нам нужно приглашать в садик. Поэтому нам нужно, желаю, хорошо было бы либо система дополнительного образования, которая нас тоже может выручить в этом направлении, потому что дети с ОВЗ часто в садик не ходят. А вот в кружки они ходят. Многие. Это те, кто нам могли бы очень большую помощь в этом вопросе оказать. Но для этого психолог и педагоги начальной школы, классы, руководители, прежде всего, должны выстроить с родителем такое взаимодействие, чтобы родитель сам все это нам на блюдечке дал. Куда ребенок ходил, с кем ребенок взаимодействовал, какие у него были успехи, какие были неудачи, чтобы мы могли это отследить. Ну, этот вопрос повторяется как? Да. Да, да, планируется, но для этого мы не можем это делать прямо сами. Нам нужно посовещаться с вышестоящими инстанциями. О порядке взаимодействия, да. Но пока порядка нету, пока не выстроено это. С одной стороны, это получается, получается, что у нас пока вот эта ситуация вот неприемственности, она, ну, скажем так, нерегламентирована жестко. С другой стороны, вы можете предложить свою схему, вы ее можете разработать и предложить, как у вас будет получаться. И фактически, реально, для того, чтобы разработать вот эту схему, ну, мы можем ее сверху разработать, нам ее, наверное, могут спустить сверху. Но если вы приняете в этом участие, тогда она будет и ваша тоже, будете знать, что в этой схеме есть вот кусочек вашего вложения, вашего труда. И вот в этом месте вы сделали так, как вы хотели. Это важно. Ну, если говорить о модели взаимодействия, то на каждой территории, в каждом городе все будет по-разному. Может быть, по-разному. Это потому, что, ну, и разные образовательные учреждения, разные ресурсы финансов. Поэтому тут только... Разные ресурсы специалистов. Творческий подход, скажем. Нет, нормативы будут, но нормативы будут, наверное, самые общие. Как будут варианты предложения. Ну, что-то административный механизм, они как бы всегда опаздывают для того, чтобы решить проблему. Порядок взаимодействия определен в деятельности городской ПМПК. Так ли это? Так. Порядок взаимодействия. Ну, ПМПК... Мне трудно поговорить за ПМПК. Я считаю, что они дают рекомендации школе, детскому садику, дают направление, по которому нужно... Да, вот они дают вам информацию о том, что надо с ребенком делать. А вот чем и как? А вот как? Вот у нас последняя была встреча с психологами, с психологами. Они говорили, что... Ну, да, дается ПМПК рекомендация, ну, гибкий режим. А что понимается под гибким режимом, да? То есть хочется... Вот как это понимается? То есть расшифровать и конкретно, конкретно, чтобы это... Возможно, даже получится так, коллеги, что у вас будет... Ну, дети же сразу разные. Вот, например, у вас рядом вот эта вот школа психологопедагогической поддержки, где есть специалисты, которые могут вам оказать консультацию грамотную для вашего ребенка и для ваших специалистов. И приглашайте их туда, к себе, если такой ребенок пришел. Организовать эту консультацию по, например, зрению, по слуху. А по ДЦП, например, нет. И по ДЦП у вас специалисты где-то в другом месте, может, в другом районе, да? В другом районе города, в большом случае, если там еще дальше, где-то в соседнем городе. Вопрос, что под каждого ребенка, по сути, у нас будет гибкая система и достаточно индивидуальная система взаимодействия специалистов сопровождения. То есть под каждую мы ее изобретаем фактически заново. У нас будут общие положения, что нужно, как нужно. Но надо быть абсолютно гибкой в зависимости от ресурсов региона, ресурсов района, ресурсов кадровых и всех остальных. Галина Анатольевна спрашивает, требуется повышение квалификации, планируют остальные, да? Значит, по планам следите за планами. И более того, у нас к вам большая просьба, делайте запросы. Потому что мы готовы это сделать, но если будет более конкретный запрос ваш, то будет конкретный, более конкретный ответ. Потому что, например, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ при реализации в ГОС, например, начального и среднего образования, это общая тема. Если мы с какой-то конкретной территории скажем, нам нужно вот поэтому, типа поэтому, типа нарушений, поэтому, поэтому нам не надо. Ну, у нас эти дети учатся, скажем, там специалисты есть, которые ими занимаются, да, вот в этих школах, которые, которые бывшие коррекционные. А вот в общем образовании, то есть смотрите, есть два вида инклюзии почти, да? Первый вид инклюзии – это то, что в школах психологии для педагогической поддержки и второй вид инклюзии – тот, который вообще в массовой школе, как мы ее называем, это разные, скажем так, довольно разные проблемы. И фактически, то, что мы будем говорить, например, для детей, для специалистов, которые работают в общей образовательной, в массовой школе – это одно, а то, что будет для специалистов, работающих в школах поддержки, это будет немножко другое. Поэтому нам важно знать запрос, чем более четко вы его, и, может быть, даже узко вы его обозначите, тем лучше. Одна из задач нашего семинара как раз состоит в том, чтобы вас стимулировать к тому, чтобы этот вопрос составлять. То есть, если я правильно поняла, сейчас коллеги, сейчас и чуть позже могут просто направить вот эти конкретные вопросы. Так, а куда нам попросить? Куда нам? Вот эти темы, которые их волнуют. Вот то, что, ну, ясно, что мы в нашем разговоре только что-то затронули, что-то осталось. Вы знаете, может быть, я сейчас вам напишу адрес, один из адресов, куда можно спать. И потом это будет как-то вырисовываться вот не так. Почему не так? А, вы просто адрес пишите. Да. И саму программу, потому что некоторые психологи, они проговаривали, что они были на курсах, они слышали выступления преподавателей. Ну, видимо, что-то все общее, поскольку еще не наработался вот механизм реализации. а вот сейчас вот, я сейчас отвечу на это. Мы бы хотели сейчас услышать. Важно. Вот в августе было сказано, что, обратите еще раз внимание туда, только для первоклассников. Остальные учатся на тех основаниях, которые были. Только для тех, с кем, кто начинает учиться фактически. Ну, по факту, опять же, это мы просто можем и будем, конечно, организовывать, ну, как минимум, хотя бы, потому что нам научиться надо, как это делать, своими ручками, организовывать более индивидуализированные условия, более адаптированные программы. Будем для тех детей с ограниченными возможностями, которые уже учатся в школу. Да, коллеги, они уже учатся. Ну, они учатся, но суть-то в том, что если они успешно учатся, понимаете, то тогда, наверное, вот, ну, я же говорила, мы адаптируем в любом случае вот некоторые предметы, особенно психику. Но для этого в школе в рамках основной образовательной программы есть такой раздел «Коррекционная работа». Да. И там прописано, как, что должно быть, просто надо ориентироваться и конкретно на свое образовательное учреждение планировать эту работу. Вот в этом, конечно, и трудности, там все равно мы к этому возвращаемся. Да, программа, да, все правильно по МПК не составляет вам программу. Нет, конечно, программу составляете вы, и вы тут вот вам надо координацию со специалистами. Может быть, со специалистами по МПК. Может быть, со специалистами коррекционных школ. Может быть, это, я не исключаю, что это могут быть вообще в малых территориях одни и те же люди. И те, и другие. Да, то есть все зависит от тех ресурсов, которые есть. Но в любом случае вам нужны специалисты соответствующих, ну, вот, как же их теперь называют-то, программы, которые были для видовые. Вот специалистов, осуществлявших видовые программы вот в этих, в школах психолого-педагогической поддержки осуществляющие, да, их консультация при составлении адаптированной образовательной программы под ребенка с конкретным видом ограниченной возможности здоровья вам просто необходима. На каких основах добровольных, ну, я имею в виду, волонтерских, и, соответственно, с какими-то, за счет своего основного рабочего времени. Вот это вот варианты, которые нужно отлаживать. И это вот то самое, что будет совсем индивидуально в каждой территории. МПК не будет составлять программу, он будет только давать рекомендации. Что для того, чтобы, может быть, даже достаточно общие рекомендации, что нужно для того, чтобы составить адаптированную образовательную программу для ребенка. И имейте в виду, для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и в садике, поэтому здесь фактически и вот в этих центрах ранней помощи, если таковые, все-таки удастся организовать на базах с вадиках. И в школе необходима работа с родителями. Если вот в началке бывает, наверняка, вы знаете, вот эту ситуацию, когда собирает классный руководитель родителей и начинает время от времени происходит с ними проговаривать, в какой форме и как родители могут помогать детям, выполнение домашних работ. Ну, скажем так, способ помогать учителю быть по сути репетиторами для своих детей. Есть классные руководители и предместники, которые в началке так делают. Здесь вот именно такая схема. То есть вам нужно будет родителей детей с ОВЗ делать не просто своим союзником в учебном процессе, но и человеком, который по факту является репетитором для своего ребенка. Потому что тех возможностей и усилий, которые вы могли бы в рамках образовательного учреждения приложить, они могут быть быть а нейтральны, то есть родители просто взаимодействуют с ребенком по-своему и это просто две параллельные реальности, они друг друга не мешают. но и не помогают. Хотя такую ситуацию трудновато представить, но попробуем. Второй вариант это когда родитель ребенка с ОВЗ осуществляет взаимодействие с ним таким образом, что он вам мешает. Третий вариант когда он вам помогает. И более того, вами управляет может быть даже в интересах ребенка и в итоге образовательного процесса в целом. Поэтому я говорю, что родитель может быть тютером, а может не быть. В третьем варианте он тютер, конечно. Может ли родитель ребенка с ОВЗ выбирать форму семейного обучения, если он не вредит в психологической подготовке? Спасибо за вопрос, коллеги. Вот этот вопрос мы будем выяснять. Мы на него сейчас ответить не можем. По идее с точки зрения способности помочь ребенку в этом случае он тогда должен кроме этого семейного устройства у него должны быть договора. Он же получает семейное обучение это что? Он получает деньги на обучение ребенка сам. Не эти деньги, которые идут в образовательную организацию. Он их получает сам. Получается. В этом случае он должен будет и каким-то образом это надо контролировать. обеспечить наличие дефектологической иной помощи для ребенка. Фактически все равно ему придется вот он-то в этом случае совсем становится не просто тютером для ребенка, но еще и координатором по инклюзии, по обучению ребенка с ограниченными возможностями здоровья. ну вот дефектологического может быть у него изначально не будет, но педагогическое скорее всего. Потому что а как еще? Либо у него должны быть договора с кем-то с учреждениями на такой вид помощи, на такой вид помощи. Это тоже это очень хороший вопрос, большое спасибо. Мы попробуем его проработать и рассказать вам, что из этого получится. Дальше. Вот родитель мешающий. То есть проблема взаимодействия родителей ребенка с ОВЗ, то есть отдельная тема это психологические проблемы родителей ребенка с ОВЗ. Мы выложим вам материал после про это немножко после семинара на сайте. Там проблема в том, что родитель делает, боится отпустить ребенка и родитель боится ну больше, чем любая обычная мама боится за ребенок. В два, в три, в пять, в десять раз. Психологически это понятно. И поэтому задача садика на самом деле. То есть когда ребенок к вам приходит в школу, вы должны знать, он ходил в садик или в службу ранней помощи или куда-нибудь еще такое, либо не ходил. Можно, если у меня там телефончик? Дайте, пожалуйста, вот. Если он ходил, то вы знаете, что родитель этого ребенка уже немножко готов его отпускать. Сейчас. Я перезвоню. Родитель этого ребенка уже готов его отпускать. Понимаете? Если этого, если он никуда не ходил, то понятно, что первое, с чем вы столкнетесь, это с тем, что родитель, ну, его нужно будет учить тому, чтобы он был сотрудником, работающим в одном и том же направлении, сотрудник в смысле, не сотрудник организации, сотрудник в смысле сотрудничающий вместе, работающий над чем-то. Вот, чтобы он был вашим сотрудником для того, чтобы работать с ребенком с ограниченным рабочим здоровьем. Это отдельная тема того, как мы это будем делать. Подумаем, может быть, даже что-нибудь тоже, ну, не на очень много часов, мы придумаем для вас, если опять же будет запрос. Теперь, что у нас получится? Родитель ребенка с ОВЗ должен способствовать прежде всего формированию одного из важнейших навыков, который вот в преемственности очень важен. Навык самостоятельности ребенка, навык, начиная от навыка самообслуживания, заканчивая навыками саморегуляции деятельности, ну, естественно, адекватные, соответствующие возрастному этапу развития ребенка. Максимально приближены к тому, что могло бы быть. Потому что есть проблемы для детей с ОВЗ, которые вызваны не дефектом, не основным дефектом, не нарушениями сенсорными или двигательными, потому что в каждом случае где схема тела для нарушения, где нарушена схема пространства в зависимости от степени от тяжести и типа нарушений. Дело в том, что некоторые нарушения индуцированы неправильным подходом родителей. И вот здесь очень важна коррекционная развивающая работа психолога и дефектолога. А по идее вот этих самых служб ранней помощи, которые может быть все-таки удастся создать. они могут быть наверное в силу того, что нет пока организационных форм, но отчасти коммерческие. Это могут быть дополнительные услуги, которые оказывает образовательная организация. Вот эти все вещи надо продумать, потому что это запрос очень большой. Потому что вот опять же, если будет преемственность, но в том смысле, что если вы знаете, что там уже что-то с ним проводили, что-то делали, с ним проводилось коррекционно, развивающийся с ним и родителям, и ребенком, вы уже знаете, на что опереться. А если этого не было или у вас нет этой информации, то вы не знаете. И поэтому чем для ребенка с ОВЗ очень важно, для прогноза развития ребенка с ОВЗ очень важно, чем раньше мы начинаем помощь, не только специальную, которая связана вот прямо конкретно с типом дефектов, но и развивающую помощь психологическую, дефектологическую, логопедическую, чем лучше прогноз. А чем раньше, чем раньше мы развиваем, когда? Либо ребенок пришел в службу, которая занимается дошкольным образованием, так или иначе, либо это родитель, который, как вы правильно заметили, имеет дефектологическое образование. На сказку сразу расскажу одно наблюдение, которое меня в свое время поразило. На факультете магистратуре по инклюзивному образованию в Москве часть слушателей, магистрант, потому что это как бы второе пища получается, родители детей с ограниченными возможностями. То есть они специально идут учиться, чтобы знать, что делать с ребенком. Поэтому то, какой родитель, какая компетенция родителей, готовы ли они сами развиваться для того, чтобы помогать своим ребенку, это очень важно. И говорю, вот в случае, если ребенок не ходил в учреждения дошкольного образования, местный человек, который мог бы, мама, бабушка, дедушка, то есть там могут быть родственники, да, главное, чтобы был кто-то, кто занимается маршрутом, индивидуальным образовательным маршрутом ребенка. могут быть родители детей. Нет. Я бы вам сказала следующее, коллеги, ваша задача другая. Ваша задача выбрать класс, в который мы можем включить ребенка. Не в каждый класс можно. То есть, в принципе, то есть вы можете быть готовы к тому, что, возможно, ребенка придется переводить. Хотя для ребенка с УВЗ, любая смена обстановки, это очень тяжелый стресс, потому что, в отличие, одна из особенностей ребенка с УВЗ и его родители состоит в том, что они гораздо тяжелее адаптируются к изменениям, чем обычные дети. Хотя и обычным детям это бывает непросто. Но вообще, по-хорошему, надо выбрать класс и надо выбрать педагога. Но первое, что вы выбираете, педагог, кто будет готов работать с такими детьми, с таким классом, в котором есть один-два, коллеги, не больше, такой педагог тут же должен пройти переподготовку заранее, желательно, или сразу, как только ребенок появляется. И начать заранее, а потом продолжить, когда ребенок появляется. Не нужно тем, кто не работает с этим. Ну зачем? Например, приходит ребенок в ДЦП в школу. Да, вы должны создать среду. Причем, поверьте, не всегда нужны поносы. Потому что ДЦП тоже бывает разным. Теоретически, да, но практически они могут не понадобиться. Значит, только тот педагог, который работает с этим ребенком. То есть, мы можем, конечно, всех обучить, но вот им зачем это? У нас есть мотивация осваивать материал только тогда, когда два варианта. когда нам действительно надо и когда нам сделали волшебный пендель. Вот волшебный пендель, когда ребенок пришел, извиняюсь за это, немножко неправильный литературный язык, но вот та ситуация, которая нас вынуждает. Понимаете? То есть, ребенок, пришедший, ребенок с ОВЗ, педагог чувствует беспомощность. У человека педагог психологически не готов. Педагога надо из этого стресса выводить, из этого стресса выводить, чтобы повышать к которому он приходит, он уже знает, какие вопросы задав, потому что они у него с конкретным ребенком возникли. Вот что важно. Поэтому какая-то часть этого повышения будет тогда, когда перед обучением, а какая-то будет касаться вот уже работы со специальным ребенком, с конкретным ребенком, который пришел. что значит нет? Вот можно уточнить вопрос, что значит нет? На самом деле, что класс один всего. Значит, смотрите, родители ребенка с ОВЗ могут выбрать школу. если они по микрорайону или даже по, как мы говорили на предыдущем семинаре в очном формате, ребенок по временной регистрации находится в данном микрорайоне, может прийти в эту школу. Вопрос в том, как мы выбираем. Так, одна школа и одна параллель. Да, тогда я поняла вот эта самая ситуация. Да, тогда будем, как котята в проруби, будем, так сказать, готовить тех, кто хочет или не хочет. Значит, ребенок имеет право по закону. Мы не можем ему отказать. Если школа откажет ребенка с ОВЗ, у школы могут быть проблемы. Родители должны это знать. То есть, прежде чем приходит, очень спасибо вам большое за то, что вы обозначили эту проблему, вторая часть работы с родителями, потому что мы ее обозначили, сразу сказал, что это две части. Эта часть, это работы с родителями здоровых детей, нормативно развивающихся, секундочку. Вот, то есть с ними их надо готовить, потому что отношение началки, началки отношения детей к ребенку с ОВЗ, отношения учителя и отношения родителей, воспринятые внутрь, без критики. Если родители не готовы взаимодействовать, если родители возражают, ну, скажем так, я вам сказала, что они не могут чисто юридически ничего с этим сделать, но они могут психологически быть очень сильно недовольны. Да? Вот с ними придется проводить работу, потому что бы они работали со своими детьми. Тут и психолог, и педагог, все, кто есть и завучек, должны подключиться, конечно. Установка, конечно, во многом зависит от руководителя, от самого учителя. Это установки, и вообще вот идея инклюзии, она же такая направленность гуманистическая. Если демонстрирует педагог, родители, это говорит о том, что мы, правда, не готовы, но с этим надо что-то делать. Вот просто жизнь так уже... Нам очень хочется, конечно... ...по-другому никак нельзя. Это такие же люди. И я разговариваю с одной учительницей моей, учительницей близкой, которая учит мою внучку, она говорит, как же можно родителям вот так относиться жестоко и, скажем так, равнодушно, потому что в жизни может случиться в любой момент ситуация, когда с ребенком может произойти что угодно, и тогда ваш ребенок окажется в этой ситуации, когда ему нужна такая поддержка, помощь. Но только тут нужно работать, тут нужно говорить, надо людей, скажем так, настраивать, воспитывать. Хотя, конечно, это очень тяжелый момент. А преемственность это вопрос как раз просветительской работы. Понимаете? Опять же, если ребенок, родители, ребенка с ОВЗ боятся, он отгораживается от общества. Это очень многие, не все, слава Богу, но очень многие вокруг дефекта ребенка, вокруг болезни выстраивают определенную стену, которая, с одной стороны, инкакцилирует туда в рот, а с другой стороны, она их отгораживает от всех остальных. И получается, что ребенок, кроме того, что с ним не занимались, а порой адекватно его имеющимся ограничениям не развивали, он еще не социализировался. И не социализировалась семья. Вот это отдельная тема социализации семьи ребенка с ОВЗ, то есть включение в общество. Чем больше ребенок с ОВЗ ходил хотя бы на часть дня, не надо ему ходить полностью, например, в садик, но пусть он на часть дня, на два часа приходит взаимодействовать с детьми, понимаете, такие же форматы тоже есть. Пусть он приходит на полдня, пусть он приходит не каждый день, есть разные форматы. Смысл в том, чтобы ребенок и родители ребенок такой контактировал с нормативно развивающимися и родители такого ребенка контактировали с нормативно развивающимися. Это больше, чем все то, что мы можем сделать в отношении психологического просвещения родителей, уговаривать их, объяснять, что им нельзя отказывать, что они имеют право учиться. Но если они знают этого родителя, если они, простите, в магазине вместе обсуждают чего-то там, на огороде вместе, ну не важно где, они уже не будут так реагировать. Понимаете? У них уже не будет этой проблемы, она будет точнее снята в большей части. Основная проблема стоит в том, чтобы снять у большинства классов. Всегда будет кто-то, кто будет недоволен. Всегда. Тут. Всем угодить невозможно. Но состоит, особенно если класс маленький, если школа маленькая, малокомплектный, некуда перевести просто. А если это не так, то, то есть, если вот у нас две трети класса, костяк такой сложился, который, ну, обычно дети подчиняются этому. Мало детей под началкой будет готовы противопоставить свои отношения, если там очень, если вы увидите, вот с такими родителями нужно будет отдельно разговаривать, ну, просто вот, это надо. И о гуманизации. Скажите, найдите плюсы, которые будут. Это гуманизация, образование, это слово, которое, ну, абстрактное достаточно. Вы скажите, что ваш ребенок научится помогать. Ему понравится помогать. Ему вам, он вам будет помогать больше. Он будет более взрослым, более ответственным. Ну, найдите плюсы, которые будут. И главное, чтобы они действительно были. Примерно так, то есть, если вот была вот эта вот преемственность с дошколкой, была в началке, нам проще. Если нет, то важно, была ли семья социализирована, узнавайте все. Поэтому, когда вы будете работать с ребенком с ОВЗ, вы работаете со всеми, кто вокруг него. Психологи, психологи, педагоги, вы работаете с коллегами, консультируете их, обмениваетесь опытом. Вы обмениваетесь опытом, консультируетесь со специалистами, которые с ним работали в садике или в этих службах хранения помощи или в дополнительном образовании. Приглашайте спрашивать, как это было. Вот. Вы работаете с детьми, с детьми с неограниченными, ну, нормативным развитием, да, с их родителями. Вы работаете с родителями, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем, буквально со всеми. И с педагогами, чтобы рассказать, как им делать это, как им включать, как им организовать эту самую среду. Если это талантливый педагог, он может делать на интуиции лучше опытный, талантливый, чем мы с вами расскажем ему, скажем, делай раз, делай два. И вот, пожалуйста, просьба, фиксируйте опыт таких педагогов. Мы его будем собирать просто. Нам нужно будет, чтобы они делились этим опытом. Вот, пожалуйста, зафиксируйте себе это, просто просьба. Такая же, как ваша просьба к нам оба организации курса повышения квалификации, такая же наша просьба к вам. Собирайте опыт. Собирайте опыт, вот адрес тот же, можно туда же. Если что, я вам вышла еще один адрес, куда мы все это можем собирать. Так, можно... Светлана Евгеньевна. Да, Светлана Евгеньевна. Так. Условия обучения детей с ОВЗ в массовой школе в условиях инглюзии будет рекомендовано обучаться немногим детям. Ну, это вот только у кого по первому варианту. Первый момент сразу Светлана Евгеньевна и всем. Рекомендовать может, он прям пока все что угодно. Да. А родители могут сказать, нет, я пойду туда, понимаете, мы не можем его запретить это сделать. Ну, с вариантом... Один и два. С третьим уже четвертым нет, конечно. Условия специально-коррекционных школ будут по-прежнему очень востребованы. Да. Да. Они состоят. И еще они мало того, что будут востребованы услуги специально-коррекционных школ, они будут расширены. Я вам говорила, что они, по сути, становятся конституционными центрами. Для педагогов, которые будут работать в общеобразовательных школах с ограниченными возможностями здоровья. Вот это первая и вторая категория. И Светлана Евгеньевна выражает большую просьбу организовать курсы, то, что мы говорили, уже для специалистов с школ, о новых требованиях и ГОС. Они есть, эти курсы. Уже немножко есть. Так, и обратить внимание на методики оценки динамики развития. Да. Да. Ну вот мы про это говорили, особенно когда... Значит, во всех тех... Я вам ссылочки кину, да, много. Эти ссылки будут содержать, в том числе, ну, не то чтобы аннотацию, но, по крайней мере, что там есть, да, по каждой ссылке. Там будет речь о том, как составлять программы адаптированные. Ну, по крайней мере, общие рекомендации там будут. Там будет о оценке динамики развития, тоже будет. Но, опять же, одно дело прочитать, другое дело, чтобы вам это рассказали. Потому что это и проделать самому на курсах повышения квалификации в качестве, там, семинарских мастер-классов и так далее. Это, конечно, очень важная вещь. И мы будем, мы это сделаем, и вот у вас материал будет выложен, пожалуйста, следите за этим. Если вдруг что, я вам, если вы обозначите со своими адресами, если что, я вам рассылкой сделаю просто по электронной почте это все, да. Значит, по специальным образовательным программам оценку эффективности применения образовательных программ нам тоже нужно делать, педагогическую. То есть, по сути, это будет что? Это будет оценка динамики. У нас оценка динамики психологической, оценка динамики медицинской, оценка динамики успехов предметных результатов, метапредметных и личностных. Вот этих всех трех. обоз. Причем, есть общая вещь, которая касается общего образования. Не любого, на самом деле. У нас могут быть проблемы с здоровьем ребенка. Какого плана? Если будет чрезмерная трудность физическая, возможно, ребенок успевает, по интеллекту тянет, но по здоровью, по работоспособности своей нет. А с чем мы столкнемся? Мы столкнемся с бегством в симптомы, коллеги. То есть, нам нужно организовать учебный процесс так, что один из, учитывая все время, один из контрольных факторов для детей с ограниченными возможностями. Это стабильность или позитивная динамика его физического состояния по диагнозу. Поэтому мы должны четко и очень тесно взаимодействовать с медиками. И родители, конечно, могут нам в этом помочь и настроиться в этом родителе. На это родителя нужно. Потому что, если у ребенка идет, не идет негативная динамика, уже начнем с этого, а мы его, в принципе, ставим в ситуацию нагрузок по адаптированной образовательной программе или, да, кстати, он по адаптированной образовательной программе по особого вида может учиться в общей образовательной школе. Еще и такой момент. Но будем надеяться, что такая сложность у нас не возникнет. Значит, мы нагружаем его по тому типу программы, которую ему рекомендовал ПМПК и четко отслеживаем при помощи родителя его физическое состояние. Тянет ли он? Потому что есть первый симптом того, что ему сложно, может выглядеть не в ухудшении результата. он может быть в форме ухудшения симптоматики. Вот это нужно учитывать и это тоже нужно контролировать. Поэтому, когда мы говорим про межцестерплинарную команду специалистов, мы очень, когда я говорил про таких специалистов, я зря не сделала, этого надо было специально выделить медиков отдельно, потому что фактически это те, кто нам будут давать обратную связь. Не слишком ли мы на ребенка? Либо мы можем там дозировать нагрузки, мы можем там скажем уменьшать количество заданий, мы можем очень много гибко делать. Разница между понятием универсальных почепных действий и базовых действий, которые используются в ОГОС, ОВЗ и умственной отсталости. Давайте мы оставим этот вопрос, я попробую что-то для вас разместить. Хорошо? Чат нам скопируют, поэтому все ваши вопросы будут. Есть вопросы, на которые я прямо сразу готова ответить, если коллега готова. Нет, я готова тоже. Прокомментировать. Не в полной мере, поэтому учебные, универсальные учебные действия, а это в рамках массовой школы, как бы мы к детям обучающимся по программам, основной образовательной программе, базовые учебные действия это по адаптированной программе. Здесь я не могу по адаптированной образовательной программе. Насколько я понимаю, домственная отсталость. Давайте я все-таки вам, чтобы по адаптированной ОВЗ, но опять же не везде будет так. Потому что если это ОВЗ идет по основной образовательной программе, то там будут эти самые универсальные учебные действия. Давайте мы оставим это, чтобы что делать с учащимися четвертых классов, которые уже перешли к приказу кого? Департаменты образования и науки. Четвертые классы перешли на босс начального образования. Ну что, они должны его выполнять, если они перешли. Пойдут в пятый класс? Я не поняла вопрос. Вот, если можно, уточните вопрос, где перешли и какой приказ. Вот уточните, пожалуйста, эти моменты, для нас, чтобы вы могли все четко понимать, о чем это. Это обычно дети пятого. Если это общеобразовательная школа или это школа психоразвития. Есть. А, для дошколки, да, есть. Примерные есть. На них можно ориентироваться. Вот все, все вот то, о чем я вам сказала, что будут ссылочки, оно будет. Вот будет вордовский файл, в котором будет страницы на две, наверное, ссылок, в том числе по дополнительному образованию рекомендации, по дошкольникам рекомендации. Все, все, что есть на данный момент, будет. Вопрос состоит в том, будут ли у нас все совершенно универсальные, унифицированные требования, точнее, не требования, а рекомендации. Я думаю, что нет. Я думаю, что тут тоже будет вариативность. Потому что ОВЗ у нас очень разная. Если, понимаете, какая штука, дети нормативные, с нормативным развитием, у нас, мы будем говорить примерно, у нас учебная программа уже давным-давно опытная путем, путем большого количества исследований в области педагогической психологии, пришла к выводу, что мы должны, как мы должны давать. Это уже отработано. А по детям с ограниченными возможностями, их такой огромный, там огромный спектр и множественных нарушений, и спектр степеней, выраженности того или иного дефекта. И самое главное, коллеги, сочетание дефектов. Есть еще одна вещь, одна тема, которую, опять же, говорю, что пока про это очень мало что есть у нас. Это дети с ОВЗ, которые имеют парциальную или общую одаренность. При парциальной одаренности это касается только дополнительного образования, то есть каких-то там рисования, пения, там еще что-то, да. А при общей одаренности это возможности за счет каких-то когнитивных пункций сохранных или опережающих развития, обойти дефект. То есть это ситуация развития в обходе дефекта. Возможно, да. Будет, скажите, пожалуйста, повторить, да, вот, будет ли, будет, насколько я знаю, будет доступна записи после вебинара. Будет ли доступна запись вебинара в виде? Потому что не все по разным причинам не все будут участвовать. Вот. То есть вот примерно такая ситуация у нас. И, соответственно, все приказы, которые касаются, вот, понимаете, консультации, у нас не все, просто в силу производственных особенностей, производственной необходимости чтения лекции, у нас не все специалисты, которых мы бы хотели сейчас пригласить сюда, прямо сюда, в студию, смогли участвовать в этом процессе. Вопрос состоит в том, что мы рекомендации от них выложим. И они, естественно, будут участвовать в разработке и реализации тех программ получения квалификации, которые вы будете запрашивать. Вы запрашиваете, про что вам надо и про какой типаж. Не важно, тип детей с ограниченной возможностями, не суть важная. Там будут программы для специалистов, психологов, для педагогов, для управленцев, для тьютеров, если таковые, психологи там вас нагрузят тьютерской функцией или координацией по инклюзии. Кого-нибудь могут социального педагога, мы хотим, кстати говоря. Скорее всего, отдельный функционал будет именен кому-нибудь еще. Школа для детей в собственной отсталости, да, заставленная. Так, если можно, я адресую ваш вопрос заглядя Людмиле Ивановне, как с этим быть и, соответственно, либо в формате оставьте свой электронный адрес, либо в формате ответа в электронном формате, либо в формате консультации, мы придумаем для вас, как это сделать. Пожалуйста, оставьте свои координаты. Значит, то, о чем мы говорили, медицинские учреждения, медицинские учреждения, это те, тоже с кем мы должны будем очень тесно взаимодействовать. И эту систему, вот опять же, видите, подсчет создавать. В каждом регионе будет своя. И более того, мы очень хотели бы с одной стороны способствовать и консультировать вас по созданию таких систем взаимодействия. Но большая просьба, если, и как только что-то получится, рассказывайте нам, потому что моделей может быть много. Модели могут быть разные. И может быть, мы соберем семинар, где у кого-то получилось, модель, на уровне региона, ну, района, я имею в виду, на уровне города, на уровне района, в смысле города-района, на уровне конкретного образовательного учреждения или нескольких образовательных учреждений. Вот будет складываться у вас система взаимодействия, пожалуйста, особенно система взаимодействия вот в рамках вот этого непрерывного образования. Потому что речь идет о создании системы непрерывного образования. На самом деле, для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая ту ступень, о которой мы говорим, началка, та ступень, которая нам нужна для непрерывности, пока что, это дошкольная училища, и ранняя помощь, среднее звено и профессиональное образование. То есть, по сути, речь идет вот о целиковой системе подготовки. Объясню, почему. Если вы спросите, куда этих детей потом, куда они трудно устраиваются. Есть некая специфическая проблема, которая может быть через какое-то время будет не так остров, но сейчас она есть. Например, готовить телефонных консультантов или юристов по проблемам людей с ОВЗ из детей с ограниченными возможностями здоровья, говоря о профессионализации. Потому что есть система свой-чужой. До сих пор, пока она есть, я надеюсь, что вся та работа, которую мы сейчас будем начинать активно, она в конце концов эту систему, эту грань сотрет. Смысл в том, что больше доверяют люди, родители детей с ограниченными возможностями здоровья, и сами люди с ограниченными возможностями здоровья доверяют людям, у которых тоже есть какие-то ограничения. Пока так. Соответственно, это тот фактор, который может с одной стороны работать на то, что можно социализировать и дальше находить для них место подсумки. Во-вторых, что важно при организации преемственности. Пожалуйста, еще один фактор, про который я забыла сказать. Вам нужно очерчивать модель будущего для родителей и для детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть они должны понимать, что может быть не в смысле страхов, а в смысле возможностей. Потому что то, что я сказала вам по поводу возможного потом будущего трудоустройства детей с ограниченными возможностями здоровья, это реальная особенность, которая дает им возможности преимущественного трудоустройства в определенных сферах, которые связаны с работой с людьми с ограниченными возможностями, с детьми, с семьями, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И преподавание в том числе, и обучение, и социализация, и дополнительное образование, и психолого-педагогическое сопровождение. Просто больше доверия. Ну, так есть. Я не могу сказать, что только такие люди там будут работать, нет, но они могут там быть востребованы, эти дети в будущем. То есть детям с ограниченными возможностями, родителям нужно показывать возможности, куда они могут двигаться, потому что модель будущего, если она есть, она организует деятельность в настоящем. Это общий принципиальный психологический финальный. Если в будущем у нас только больницы и только какая-то компенсация и дай бог какой-то диплом и все на этом, и какое-то цензовое, дай бог цензовое, пока у родителей детей с ОВЗ вопрос будет о призвании цензовым или нет. То есть будут они обучаться по программе, после которой они куда-то могут еще или нет. То есть им нужно простраивать ближайшие дальнейшие перспективы. Просто зная особенности родителей детей с ОВЗ, вы должны понимать, что вы скорее всего вместе с ними будете это простраивать вместе и в большей степени вы скорее всего во многих случаях будете вести этот процесс. Это не потому, что они не знают. Есть определенные психологические особенности. У многих, я не сказала, что у всех, родить детей с ограниченными возможностями. и в этом случае простраивая будущее, вы оказываете хорошее психологическое воздействие, даже если вы не делаете это психолог ни разу, простраивая будущее ребенку и индивидуальный образовательный маршрут ребенку, включающий дополнительное образование, включающий адаптированные образовательные программы и так далее. Возможно, вот он может пойти в колледж, может там трудоустроиться, может... Ну, то есть мечтать надо им тоже. И система образования, система преемственности, которую мы хотим сейчас начать выстраивать, она по сути в общем будет работать именно на это. И если ребенок с ОВЗ, у него есть перспективы трудоустройства будущей жизни в степени самостоятельности, мы, скажем, оказываем очень серьезное психотерапевтическое воздействие, даже не будучи ни разу не психологом, не психотерапевтом, даже, может быть, не будучи с самим педагогиком, просто классный руководитель. Вот, например, простраивает психологическую перспективу на будущее, оказывает психотерапевтическую фактическую помощь, особенно эффективную в случае, если она не осуществляется психологом, парадоксный есть тоже. Соответственно, мы говорим о том, что медицинские симптомы ребенка и успехи образовательные очень во многом, чем дальше, тем больше, очень во многом зависит от позиции родителя, потому что родитель и ребенок с ОВЗ, это, с кем мы встречались, это, мы с ними уже про это проговаривали, но не совсем, что родитель это инструмент взаимодействия с миром для ребенка но не должен осуществлять это взаимодействие, он только инструмент и его функции, функционал с возрастом меняется, он уменьшается, постепенно уменьшается. Дело состоит в том, что если родитель с ОВЗ не будет постепенно уступать своей функции, а это только педагог может обеспечить, никто не психолог не скажет, психолог в игре, да, психолог может заниматься их готовностью родителей, но осуществлять это в процессе обучения, контролировать насколько это осуществляется, может только педагог. Ну, лучше, чем кто-либо другой, по обучению русскому языку, например, родной речи, математики. Вы же видите, сколько ребенок сам делает, сколько ребенок с родителем делает, какую помощь родитель осуществляет. ведите дневнику. И родитель пусть ведет дневнику. И тогда, опять же, успехи ребенка, то, как это происходило, то, насколько быстро он двигался в степени обладения сам универсальными учебными действиями. А то ведь, понимаете, вот про универсальные учебные действия хороший был вопрос, который имеет еще вот такой аспект. Универсальные учебные действия ребенка с ОВЗ с родителем это разделенная функционал. И чем в большей степени свои универсальные учебные действия ребенок усваивает себе сам без помощи родителям, просто к тому, что родитель это, ну, ребенок не может, например, писать. Родитель будет что делать? Выполнять за него эту функцию. Я вот это имею в виду. Родитель и ребенок плохо видит или, ну, не видит, ну, очень слабовидящий, да, родители выступают для него организатором образовательного пространства и имеют электронные средства обучения, которые допускают программу экранного доступа и обучения, помощь в обучении ребенка, да, этим, пользование всем этим программам Плюс обеспечивает вот наличие, так сказать, учебных заведений, которые вам координируют, которые обеспечивают, например, учебные пособия в брене. Вот в качестве примера. Но, чтобы он не заменял собой, потому что чем дальше, тем сложнее это будет. Тем более успешно идет процесс отдачи, возвращения, если хотите, ребенку вот этих универсальных учебных действий, чтобы они полностью осуществляли, вот ада, я, родителям, тем в большей степени, чем старше, тем в большей степени это сказывается, потому что в началке мы все помогаем детям почти. И вот эта разделенность учебных действий между родителем и ребенком, домашним, по крайней мере, заданием, оно на самом деле имеет место. И родитель выступает как тютер, как репетитор постоянно. Вот то же самое происходит с родителями ребенка с ОВЗ. Не только обычный родитель потихонечку отпускает эту ситуацию, а родитель ребенка с ОВЗ ему трудно. И вот здесь нужна помощь психолога и педагога в совместные усилия, чтобы он постепенно это отдал. И чем больше он это отдаст, тем больше и лучше прогноз по ребенку, по его успешности в учебной деятельности. Иначе может случиться такая ситуация, что ребенок в начальной школе учился по общеобразовательной, программе. А потом его приходится переводить. Это к вопросу о том, к противоположному ответу. Вот там был один из вопросов в чате. Такой. Можно ли снять, нужно ли перевести из восьмого вида в общеобразовательную программу? Опять же, этот вопрос, который мы адресуем за грядерами нарываем, который сейчас просто по техническим причинам присутствует здесь. Вот. Ну вот примерно так. Если есть еще вопросы, скажите, пожалуйста. Вот поддерживаем предложение, и мы поддерживаем предложение. Вопрос в чем? Нам важно общеобразовательные учреждения, ОУ, да? Нам важно какие, потому что, понимаете, курсы повышения квалификации, проблематика с ОВЗ очень специфична не просто по типам ОВЗ, потому что это как бы понятно, например, как организовать. Сначала идет общая часть, потом идут модули, которые касаются разных типов ОВЗ, в зависимости от тех, работы с разным типом ОВЗ, в зависимости от тех ребят, которые у вас учатся. Потому что рассказывать подробно про, например, нарушение аутистического спектра в том случае, если у вас учатся только дети с ДЦП, наверное, в плане ознакомления только. Потому что нету пока таких. Когда появятся такие, тогда срочно прибежите, будем про это говорить. Ну, примерно вот такая схема. А есть еще такая важная вещь, как очень разные подходы к работе в зависимости от того, какая ступень образования. Потому что то, что нужно для дошколки, ну, в лучшем случае быть интересной началке, еще чуть-чуть. Да? То, что нужно, например, началке и среднему звену, это разные вещи. Да? То, что нужно средней школе и специальному профессиональному образованию, это тоже совсем разные вещи. Поэтому вот более, чем более конкретный будет запрос, тем лучше. вот примерно так. Олега, я вам пригласила. Я хотела бы просто добавить по поводу простроить модель будущего. Мне хотелось бы, ну, это, конечно, были уже старшим ребятам, но и у нас достаточно много примеров сейчас, то есть мы можем много привести примеров в пользу того, что может достигнуть человек инвалид или с ограниченными возможностями здоровья, нарушение зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха. Вот сейчас мы же смотрим телевидение, мы видим много интересного через интернет, когда действительно люди проявляют, люди добиваются таких результатов, таких вершин, скажем, что в отличие от тех, скажем так, которые благополучные на первый взгляд. И вот это, ну, сейчас я завершу мысль, да, и посмотрите, и не только вот в творчестве, да, не только в спорте, ну, тут уж слов нет, когда наши побеждают спортсмены и паралимпийцы, нежели на чужой олимпиаде, секундочку, то, что они на нашей победили, это понятно, дома и стены помогают, они победили на предыдущей зимней олимпиаде, где наша сборная обычная, ну, была не самая большая. Это же вот они, они же где-то тоже обучались, они где-то же росли, где-то их воспитывали, и родители, педагоги у них, и специалисты с ними же работали. Ну, вот, видимо, сейчас приходит наша, как бы, очередь тех, кто, может быть, не занимались этим, но придется с этим, и мы будем, и они достигают результатов в трудовой деятельности. У каждого свой путь. я хотела сказать все еще. Вот, и я думаю, то, что я наблюдала, то, что я наблюдала, это то, насколько сильно влияет наличие людей, детей с ограниченным воотворственным здоровьем, учащихся, на класс. Детям становится стыдно, учиться плохо. Ну, посмотрите, он справляется, а что я, а что, а как же я-то? Ну, тут плюс. Мне стыдно. То есть, вот, качество учебной деятельности и обучения в целом может возрастать уже вот за счет вот мотивации учебной деятельности у детей, за счет понимания того, ну, как вот этот исправляется, а я почему нет. У меня все есть, у меня руки есть, ноги есть, глаза есть, у меня все на месте, почему я не могу, а он может. Понимаете? То есть, психологически вот очень большое влияние может оказать инклюзивное образование, если с этим грамотно проработать, конечно. Спасибо вам огромное. Формулируйте запрос, пишите. Мы будем максимально оперативно стараться ответить на этот вопрос. В принципе, программа повышения квалификации по работе с ограниченными, с детьми с ограниченными возможностями здоровья, сейчас точно не могу воспроизвести ее название, простите, да, пришлем, будет с 1 сентября. Вопрос, что к ней будут добавляться модули, которых пока еще нет, но вот состав этих модулей, коллеги, серьезно зависит от вас, от вашего запроса, содержания этих модулей. Спасибо вам большое за участие. Успехов вам, коллеги. И собирайте опыт, пожалуйста, собирайте опыт, потому что мы можем быть очень полезны друг другу взаимно, и чем больше мы будем полезны друг другу, тем больше мы процесс будем двигать. спасибо большое. Спасибо. Спасибо.